Всем привет! Сегодня я буду слушать Лиду. Я, конечно, его не поклонница, но по просьбе одного моего верного фаната он попросил меня послушать именно этот трек, и я его, конечно, послушаю. Элон Шифинг. Слушаем. Ну, так, начало неплохое. Музыка Прошлое не пятно, да не сигаретно, потерялся снова. Будь сторонних нету, так не современно, но что такого? Засыпает фенари, пропали краски, я один. Буду танцить, да маршин, ведь я монах, вы храм Шаулин. Мертвый, как дельфин, и не защит дыру в груди. У меня нет больше сил, малыш, я так устал отлить глаз, рук, свой, свой, друг. Вглубь не осталось никого. Все ушли уже, но вновь я шаплю в одного. Открывается метро, люди едут по делам, а я шаплю в одного. Не осталось никого. Все ушли уже, но вновь я шаплю в одного. Мне не нужен никто, мне это хорошо, вот такое кино. В тишине битона тихо, хоть и музыка, но макс. Слушать ваши крики лучше клэп и кик и бас. Все знаю миры, и в каждом из них нету вас. Мне так хорошо, ведь я устал от ваших глаз. Вглубь не осталось никого. Все ушли уже, но вновь я шаплю в одного. Открывается метро, люди едут по делам, а я шаплю в одного. Мне осталось никого. Все ушли уже, но вновь я шаплю в одного. Мне не нужен никто, мне это хорошо, вот такое кино. Ну, друзья мои, по-моему, это песенка про одиночество. Лон переводится с английского как «одиночество», как раз таки. Да? Да. Ну вот, я говорю, по-моему, это песенка про одиночество. Я уже не раз говорила, и скажу еще раз, что я считаю, что ваше поколение не умеет находить отношения. Вы все время сидите в интернете, в компьютере, но не умеете строить отношения. И, соответственно, вот это одиночество, которое вас окружает, вы там сидите как мухи в коконе. Вот, кстати, я хочу сказать. Ты однажды про это уже говорила в одной реакции. И человек один в комментариях написал, что одиночество – это же приятно, это же хорошо, это все это. Помнишь, был период, когда у меня было одиночество? Я был тогда аж в депрессии. Ты вообще у нас очень это был много раз в одиночестве? Нет, ну, как бы был один момент. То есть, у меня было мало друзей, ну, хороших друзей. У меня было много друзей, но у хороших было мало. И был момент, когда я вообще был в одиночестве. И, то есть, тот человек, который говорит, что в одиночестве есть какой-то кайф, это человек, который не одинок. Который просто немножко... Который может чуть-чуть, да, отдохнуть, посидеть. А именно одиночество – это довольно-таки тяжко. У меня был период именно одиночества, и это тяжело, да. Да, у меня всегда болит душа за вас, за моих детей в тот момент, когда вы в одиночестве. Потому что мать всегда почувствует, когда ребёнку плохо. Ну, друзья мои, ну, что я хочу сказать? Несмотря на то, что те, кто меня будут слушать, наверняка одиноки, многие есть такие, да, я думаю, что, Максим, у тебя был такой период, но он потом прошёл, правильно? И у вас, у всех это одиночество пройдёт. Когда-нибудь наступит тот момент, когда у вас появятся там новые друзья, или девушка, или парень. Всё зависит от того, кто вы есть. И, в общем, наступит такой момент, когда этого одиночества не станет. Поэтому я вам всем желаю, чтобы этого было меньше. Ну, в общем, получается... Я вообще-то вот, я про себя хочу сказать. Ну, может, я такой по жизни человек? Я вообще не помню, чтобы у меня было одиночество. Ты максимально компанейское просто. Мне вот как бы бывало скучно, ну, в каких-нибудь жизненных ситуациях, но это не одиночество. Скука – это немного другое. Я всегда нахожу себе занятия, как бы чем заняться. Если мне скучно, я просто пошла, затабурилась кому-нибудь в гости, позвонила или придумала сама себе развлекуху. Вот как-то у меня вообще нет с одиночеством. Ты вот скромный мальчик был, я помню. Ты помнишь, как я тебя привела первый раз в первый класс? Был я когда-то скромный. Ну да, теперь ты. Кстати, канал, канал... Вот я хочу сказать, что канал очень сильно раскрепощает. Ты заметил? Я, допустим, по Илюхе, по тебе, вы вначале вообще не умели там не говорить ничего. А вот за 4-5 лет уже, да, меня там кто-то поправил каналы, вы очень сильно раскрепостились. Вот ты, может, этого не знаешь. Ну вот я говорю, в первом классе, когда я тебя привела, я помню, ты был маленький скромный мальчик, и ты вообще, ты стоял в сторонке, когда вся толпа стояла вместе, ты стоял в сторонке. Я подошла, там мальчика взяла за руку. Ты помнишь? Я просто подошла и всунула твою руку к нему, и вы пошли вместе. Кстати, он внешне не изменился вообще. Меня он не узнаёт, я-то изменился внешне. А, ну, я-то его знаю. Только он забыл, что это был я. Так, ну ладно, это у нас тут тема про одиночество. Мы можем, кстати, с Максимом обсудить эту тему и поговорить более подробно. Если вас волнует эта тема, напишите в комментариях, мы обязательно на эту тему потрындим. Вот. Ну, что про Лиду? В связи с того, что я не очень люблю его, да? Но здесь, казалось бы, весёлая песенка, и всё хорошо. Но вот эта песенка про одиночество, конечно, у меня прям сразу что-то как-то где-то это... Душа заболела. Вот, как-то я не люблю одиночество и не хочу, чтобы оно было у вас. Друзья мои, будьте счастливы. Всем пока.